25 лет назад на Вологодском кладбище открылась площадь памяти. В честь этого события на мемориале прошел митинг. В 1991 году здесь были перезахоронены 16 архангелогородцев, погибших в Афганистане. Спустя несколько лет появились могилы бойцов, отдавших свои жизни на Северном Кавказе. Такого перезахоронения никто не делал ни в Советском Союзе, ни в России. Это у нас единственный мемориал в стране с перезахоронением. В начале 80-х годов пацаны возвращались с Афганистана, они встречались, вспоминали, говорили, что нужно встречаться, нужно как-то увековечить память погибших. Сегодня площадь памяти хранит историю не только афганской и чеченских войн. В этом году Архангельская региональная общественная организация «Долг» при поддержке правительства Архангельской области восстановила братские захоронения, которые сохранились на Вологодском кладбище с 40-х годов прошлого века. Долг солдата от рядового до генерала выполнять приказ защищать Родину. Наш долг и наша обязанность хранить эту память». Сегодня в Архангельске открылся четвертый международный форум «Арктические проекты сегодня и завтра». Программа форума посвящена экономическому развитию северных регионов России, а также реализации нефтегазовых и инфраструктурных проектов в Арктике. Одна из тем – освоение северного морского пути. Сегодня Архангельская область рассматривается как опорный регион для освоения российского сектора Арктики. На форуме обсуждаются проекты разработки Павловского месторождения на новой земле по добыче свинца и цинка и строительства Белкомура. Особое внимание возведению глубоководного района порта Архангельск. «Если реализация арктических проектов будет идти через Архангельскую область, это безусловно и загрузка наших предприятий, это и участие наших подрядчиков, нашей науки во всех этих проектах. Эти примеры уже есть. Как раз сегодняшний форум – это та площадка, на которой собираются профессионалы, собираются подрядчики, собираются поставщики, обсуждают возможный формат участия в проектах и результаты есть. Около 70 компаний Архангельской области участвуют в освоении арктического шельфа». Завтра в рамках форума обсудят кадровый и научный потенциал северных регионов. Кроме того, пройдет заседание участников судостроительного кластера Архангельской области. С начала года лично раскрыл 16 преступлений, рассмотрел более 400 обращений граждан и стал лучшим участковым Архангельской области. Лейтенант полиции Денис Исаков из Северодвинского победил в региональном этапе Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый-2016». По итогам онлайн-голосования Денис завоевал симпатии 388 жителей региона. Лейтенант Исаков с начала года лично раскрыл 16 преступлений. В основном это кражи и разбой. «Гражданин изначально с ножом, ну, хулиганские действия совершил, подошел к посетителю с ножом, приставил горло. Когда приехал сотрудник ЧОП «Витязь», получается, он его при задержании, ну, когда стали задерживать данного гражданина, он его порезал руку». Злоумышленника задержали, он написал явку с повинной. А вот лучший участковый Архангельской области теперь примет участие в финальном этапе конкурса, который пройдет на федеральном уровне с 1 по 10 ноября в форме онлайн-голосования. До 1 декабря жителям Архангельской области нужно заплатить три налога за прошлый год. Это налог на имущество, земельные и транспортные налоги. Не позднее, чем за 30 рабочих дней до наступления срока платежа, все налогоплательщики должны получить уведомления о сумме оплаты. Причем уведомления могут прийти двумя способами. Какими же и что грозит в случае неуплаты налогов, об этом подробнее мы расскажем уже в итоговом выпуске «Автографа дня» в 19.20 на телеканале ТВ-Центр. Почти 129 миллионов рублей дополнительной из бюджета Министерства культуры России будет выделено на продолжение реконструкции Архангельского театра «Кукол». Общая стоимость работ составляет без малого 575 миллионов рублей. В ноябре строители рассчитывают завершить тепловой контур пристройки и приступить к внутренним работам. До середины ноября в Соломбале обновят деревянные тротуары. Пешеходные дорожки заменят в районе Соломбальского машиностроительного завода на улицах Советской, Кедрово, Литейной, Маяковской и Валявкино, а также в районе 62-й школы. Тротуары будут приведены в порядок и у памятника воинам Великой Отечественной войны в Кемском поселке. Сегодня на Кегострове открыли памятный знак в честь 75-летия военного сотрудничества авиаторов СССР, Великобритании и США. Кегостров выбран для установки мемориала не случайно. В годы Великой Отечественной войны здесь находился военный аэродром. 31 августа 1941 года конвой «Дервиш» доставил сюда первую партию британских истребителей. Спонсор прогноза погоды – женский спортивный клуб «Разминка». С нами худеть легко. Приходите, ждем вас на Ломоносова 154. Сейчас в Архангельске облачно и плюс 4. Синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду. Самые актуальные новости региона каждый час на телеканале ПЭС. Оставайтесь с нами и будьте в курсе самых главных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова